Что за парадный внешний вид? Как ты собралась готовить? Ну, ты сказал, что мы сегодня готовим что-то надзвичайно элегантное, поэтому, в общем, так. Ну да, мы сегодня готовим утиное филе с малиновой эспумой. Чем-чем? Малиновой эспумой. Я не знаю, что это эспума и думаю, что наших 90% глядачей тоже знают, что такое малиновая эспума, поэтому я прошу пояснить. Мы посмотрим. Сначала ты должна купить продукты. Есть, шеф? Ну что ж, если гуська с малиновой эспумой, то м'ясо мое быть. Найсвежее. Музыка Ухрен! 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 Алло, Вікторе! У меня плохая новина. Здаётся, гуски у нас не будет. Куда идут? В метро? Ага, виїжджай. Визнаю. Це була безглузда ідея. Тому я вирішаю. Навіщо було витрачати зайвий час? Адже в метро я знайду все необхідне для нашої страви. Ухрен! 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 Поехали на іншій список «Шеф-Кухаря». Далі у нас яблуко, малина, курага, мед. Ході! Субтитры подогнал «Симон» В моєму списку не було вказано, який саме мед брати. А тут його величезний вибір – соняшниковий, гречаний, акацівий. Для своєї родини я обираю найкорисніше. Віктор запевняє, що для цієї страви потрібна пляшка сухого червоного вина. Але після сьогоднішнього стресу візьму дві. Ну ось я забезпечила тебе продуктами. Є гуська, є сухофрукти, яблука, малини назбирала, свіжий. Да ладно, це ж мороженое, явно із метро. Працюй, а я думаю, що відпочину. Не, так не піде. Нам треба показати зрителям. Даже в такому вигляді, як у тебе, можна приготувати щось вдома. Ну, щось таке нескладне. Налей мені вина, я посиджу, поп'юю. Налью тільки в кастрюльку. Ну, давай в кастрюльку. Одеваємо перчатки. Далі ти береш кастрюльку, я беру малину. Так. Так, тепер ти насыпаєш малину. Висыпай. Всю? Ну, почти все. Оставь пару штуч, щоб можна було украсити. Прикрасити нашу страву. Далі добавляємо сахар. Для чого мені така велика ложка? О, зараз побачив. Добавляємо сахар. Десь дві ложки. Так. Беремо вино. Откриваємо його. Виходить дуже пікантно. Такий аромат малини солодкої і червоного сухого вина. Так дивно. Логично. Ти ж добавив туди красне вино і малину. Не, вони так гарно переклітається. Так. По сути, нам треба щас його прокипятити, щоб малина була готова. Довести до кипіння? Не, проварити багато. Так, як варенье. Тільки с алкоголем. Тільки? Наші кожини. в магазине. Ну, Виктор, я думаю, что сель и перец я в кожною ду могу с подарки на кухне, это совсем не дефицит. Ну все, у меня уже все готово, я уже даже спьянила от этого аромата вина, оно так випаровывается швидко и так ароматно. Да, это хорошо. Вот наше яблочко. Яблочко надо будет сейчас очень ответственное дело натереть. Это не шутка. Ты знущаешься наде мною. Нет, это специальная терка. Вот на самое большое. Ну ты правда не знущаешься? Нет, достаточно минут десять, чтобы оно промаринувалось. Да, да, да. Ну всем тяжело, даже поварам. Боже, какая важка веночая доля. А ты вот так будешь стоять и дивиться, да? Да, мне просто интересно. Это маринад? Да. Стоп. Подожди, это не все, мы должны перевернуть ее. Да, да. Все так просто. Все мои подруги и хозяйки теперь только так будут мариновать качку и только на такую тертушечку будут ее терти. Не, на самом деле все просто, можно было и большую взять, но ты просто… Ну она мне не нагадывает, знаешь, для них какие-то инструменты. Я думаю, в каждую девчину такие едут. Да нет, это терка и игрушка для моей дочки вообще-то. Да. Но она нам очень пригодилась. Вот. Я это сделала? Да. Ты молодец. Значит, нам достаточно десять минут, чтобы она промаринувалась. В это время будешь портить другое яблоко, которое мы будем запекать с сухофруктами. О, наконец. Да. Специальный нож. Я ждала того моменту, когда мы начнем готовить печеное яблоко. Потому что это улюблена страва многих хозяйок. Его может приготовить даже подлиток, даже дитина самостоятельно. Я уже мовчу про его полезность. И оно очень полезное для тех, кто намагается сходить. Чи не так? По сути, да. Но мы его делаем не просто так. Мы делаем его с элементами карлинга. Вырезание из фруктов и овощей. Да. Мы его сделаем таким красивым. Мне интересно. Ну, я бы так не сделала, напевно, самостоятельно. Да, тут очень просто на самом деле. Вот. А куди мы покладем теперь? Ага. У нас у поваров есть свои фишки и штучки. Да, это очень хорошо. Веймоверно. Это уже аппетитно выглядит. Ну да. Детям, кстати, очень нравится. Я пока много не пиктин. Я думаю, что такие солодощи для детей – это вообще просто какой-то кладезь витаминов. Ну да. По сути, не только для детей, но и для взрослых, которые любят худеть. Очень часто. Мед соток. Так. Я специально выбирала такой. Я думала тебе ускладенную задачу, но я бачу, ты выкрутился все одно. И я его просто… Вкладываю туда аккуратно. Угу. Вот. Даем немножко изюма. Можно чуть-чуть вталкивать туда. Аккуратно, чтобы не взломать яблочко. Ну да. То вся красота наша взломается. Да. Все. Немножко изюма. Есть. Дальше мы выкладываем в такую вот емкость нашу. Вот так вот. Вот. И… Отправляем запекатись. Да. Давай. Температура у нас достаточно. Она запекается. Дальше займемся нашей бузкой. Ну уже можно? Я просто посижу. Я боюсь. Давай постой рядом тогда. Мы идем ее жарить. А как переверить ступень ее готовности? Она должна быть только с коринкой или уже должна быть полностью готова? И протикнуть какой-то шпажкой? Ну я так делаю. Я не знаю. Сейчас мы делаем небольшой надрез и увидим. На самом деле утка-ягузка готовится до температуры 63-64 градуса. Она даст такой небольшой розовый цвет. Немного сока розового, но это не кровь. То есть по сути крови в ней нет. Там есть белок, который называется мелоглобин, который при температуре превращается в такой вот розовый-розовый сок. Чем больше он соприкасается с кислородом, тем больше он становится серым цветом. Не бояться этого рожевого цвета, потому что это не кровь. Это самое главное, что я услышала, потому что я не люблю м'ясо с кровью. Это хвилин сколько займет? 5? 1 минут 10. О, уже есть. И такой невероятный запах. Знаешь, в принципе, вот эта твоя штучка, я хотела сказать за яблочко, она дает какую-то пикантную, солоденькую, кисловатый запах. Я думаю на смак так-так само будет. Оцего я не знала. Вот дякую. Жарится дальше. Мы займемся малиновой эспумой. Я здесь знаю, что это такое. Эспума. Практически ты все сделала сама. Видели все, как ты делала сама. Вино, малына, цукор. Немножко сахара. Сейчас. На секундочку. Ой, я знаю, что это за штука, я крачу видит. Давай. Это профессиональная штука, поэтому надо еще дальше отойти. Это и есть малиновая эспума. Нет. Моя бабушка назвала бы это просто малиновой варенькой. Нет? Ну, по сути, пока это выглядит именно так. Ты чего ж ты так наслякал, такими словами? Да. Она имеет такой модный колор. Да. Марсала. Малина с вином. Теперь нам понадобится вот такая штучка. Скажи, а где я могу взять такую штуку, чтобы я не глутоваться в домашних умовах? Чи воно мне не потребно? По сути, она не нужна в домашних условиях, но мы хотим показать такую красивую ресторанную подачу. На самом деле, малиновая эспума в переводе с испанского означает пена. То есть мы сейчас будем нашу малину, наше вот это малиновое варенье взбивать в пену. С помощью таких баллончиков. Ага. Здесь в одном баллоне 10 атмосфер газа. Да. Газ, закись азота. Вот. Который поможет буквально за несколько секунд взбить нашу пену. А воно не потрапляет в ежу? Нет. Это специальная пищевая. Чтобы туда поместить, нам нужно специальное сито, что тут достаточно тоненькая головка, которая не позволяет слишком крупным частицам попасть внутрь. Вот. Поэтому нам надо специальное сито и леечка. Ооо, это все очень сложно. Я не думаю, что дома захотелось бы так готовить. Что это будет? Но для ресторанной ежи я сгодна, что это должно быть что-то шедевральное. По сути, сейчас. Ага. Может, как удобно, ну? Да, сразу же там. О, прогресс до чего зашел. Теперь так вот перетираем. Остались только косточки и остатки. Малинию. А в домашних условиях мы можем просто протереть через обычное сито. Я сейчас покажу, как это выглядит. Смотри. Открываем. Держите. Миску. И вот у нас вот такая нежная структура, которую мы можем ею поливать просто на наши блюда. Да, да. Но в данном случае, когда готовим пюре. Да. А по сути, пена, которая у нас получится в результате, она будет напоминать, когда бабушки готовят варенье. Да. И вот эта пенка сверху. Да, да. Это самое смачное. Еще было, да. Такое великое. Ага. С помощью молекулярной кухни. Ой, я сразу схватила свое детство, когда такая великая миска, такая железная и варится малина. Алюминевая. Алюминевая. Так. И эта пенка, и ты подходишь так и пальчиком, пока бабушка не видит. Да. Вот эти эспумы, это есть частью молекулярной кухни. Вот. Молекулярной кухни. Я знаю, что это сейчас очень модно. Да, это очень модно. И очень популярно. Ну, не все рестораны. В полной мере молекулярную кухню пока для Украины очень сложно использовать. Потому что нет продуктов? Нет, потому что у нас нет понятия, как это есть. У нас любят большие порции. Чтобы было понятно, что если это мясо, это должно быть мясо. Ну, конечно. Это такие традиции. Например, я скажу там человеку, коханий, спеши додому. Сьогодні тебя ждет гуска с малиновой эспумой. Как ты думаешь, он швидко прибежит? Хлеб брать. Хлеб – это тоже молекулярная кухня. В нашем упадке. Дальше нам надо полностью закрыть. Очень плотно. Давление достаточно большое. Угу. Стабы даются и подростки. Это баллон. 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 Сейчас услышишь этот звук. Ты так ромаешься. Это не я. Ах. 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 Все. По сути, там уже готовая пена. Все очень просто. Очень. Да. Забираем нашу гусочку. Сюда? Нет. Лучше всего резать кусочки, чтобы они были вдоль волокон. Не поперек. Это только касается утки и гуски. А, вот это рожевый колеб. Да. Розоватый цвет, который очень хорошо. И это микро. Да. Это сок. Это сок и белок. Возьмем два кусочка красиво. Да. Ну, это у вас в ресторанах кладут два шматочки. Дома, знаешь, воно и четыре кусочки. Я думаю, там вообще не резалось бы. Просто. Да. Берем наши яблочки. Да. Они готовы. Хвилин двадцать они у нас запекались. Да, запекались двадцать минут. Значит, в принципе, если мы готовим в газовой духовке, то мы готовим при температуре 180 градусов. Если же электро, то тоже 180 долларов. Да. Все очень просто. Ну и... Эспума. Нарешті. Хочешь попробовать? А то гочик воно мыть. Ні-ні-ні. Я не хочу. Та я зрозуміла, для чего ты змусив меня лишить цих декілька ягодок. Я ними прикрашу с твоего дозволу цю страву, і вона тоді буде просто безумно красива. И такая высокохудожня. Десь так? Да, да. Можно хаотично разбрасывать на мясо, на яблочко, чтобы это везде было. Здраво. Вот такое блюдо у нас получилось. Мне хочется уже справиться. Да, да, да. Можно, можно? Ну ладно, давай. Так. Гуска с малиновой эспумой. Такого еще мне не доводилось коштувати, но я... Мммм... Дуже цікаве поединение солодой эспумы и мяса. Ну так, досить пикантно, я бы сказала. Но, ты знаешь, я бы купила такую страву в ресторане. Тому я не знаю, как бы я готувала это дома. Ну как это? Мы же вроде как готовились почти дома. Можливо, не таке солодкое воно би было, но было бы. Так. Я хочу таке приготовить и попробовать дома самостоятельно. Кисло-сладкая малина, которую мы дали. Отдельно малину и отдельная эспума. Эспума сладковатая. Но за счет малины она дает такую вот кислинку. Это идеально подходит к утке, к гуске и в принципе к любой... Ммм... Еще шматички. Шматички. Ммм... Любимые подружки, хозяйки. Я вертаюся до вас. И если у вас есть какие-то чудови, цикавые, ваши индивидуальные рецепты, будь ласка присылайте их, делитесь с нами на наших сторинках у соцмережах. А мы с Виктором обоязково их приготовим в эфире для вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok